Всем привет! Это снова видео обзоры. Сегодня я расскажу о таком классе как солдат. Это еще один из атакующих классов Grating Fortress 2. Данный класс подходит не только для атаки, но и для защиты. Как правило, его основное значение это именно атака. Он использует основным оружием ракетомет, что позволяет наносить врагам большой урон. И при этом ракеты взрываются и наносит урон не только центральной цели, но и находящимся рядом с ним врагам. То есть урон идет по плоти. Как видно, отследует взрыв, что взлетает ракета в достаточно большое расстояние. Чтобы попасть по врагу, можно, как правило, использовать законы физики. То есть рассчитывать траекторию движения врага. Надеяться, что он проследит по ней, а не отвернется в обратную сторону. И не подпрыгнет ракета, хотя даже в прыжке он получит небольшое урон. Но лучше всего стрелять, конечно, под ноги. Если враг, скажем, подпрыгнул и приземлится, он точно на выпущенную вами ракету. Но учитывайте тот момент, что ракета не наносит мгновенный урон, как снайперка, к примеру. То есть если вы стреляете в снайперке, вы попадаете точно в цель в тот момент, когда нажимаете на курок. А ракета пока она долетит. Враг успеет еще увернуться. Особенно это актуально над большим расстоянием. Как вы видите, сколько времени ракета до балкона за это время, снайпер может убежать. Но учитывая урон взрыва, он может получить его, если он находится недалеко от эпицентра. Ракетометы очень эффективны против находящихся большой толпы рядом врагов. Можно выпустить залпы ракеты и разнести врага в клочья. Ракетометы бывают разные, в зависимости от бонусов, которые они дают. Я могу показать лишь некоторые из них, которые у меня есть. Это стандартный ракетомет. Прямое попадание. Старозакалки это полученные за достижение. А он особен тем, что урон у него на 25% больше и скорость полета снарядов у него больше. Сейчас я выберу его и поменяю в ящики для демонстрации. Так как вы уже видели другой гранатомет, могу сказать, что этот гранатомет осудил любимую вещь для любителей лепития аэршоты. Я объясню почему. Видите, какая скорость полета снарядов. Он летит быстрее обычно на 80%, иначе он больше. Что такое аэршоты? Это убийство врагов в воздухе. То есть, скажем, тот же демомен, находящийся в воздухе при прыжке с пайпы, или тот же самый солдат, выполняющий прыжок на ракете, летит в воздухе. И вы просто пикаете ракету, и ракета просто разрывает его еще в воздухе. Это очень прикольное убийство. То, что враг просто не долетает до земли, а долетает то, что от него осталось. Но для того, чтобы выполнять аэршоты, нужно, как правило, хорошо рассчитать траекторию полета врага, успеть и попасть по нему. Как я упомянул уже, солдат может выполнять прыжки на ракетах. Для того, чтобы выполнить прыжки на ракете, нужно присесть и одновременно нажать прыжок. И вы выполните прыжок на ракете, который позволит вам придеть на какую-то возвышенность, подняться наоборот. Это эффективно, когда нужно быстро добраться до цели, скажем, или перейти к препятствия, не столкнувшись с врагом. При этом, находясь в полете, вы можете выпускать ракеты по врагам или пересучиться на ручное оружие при приземлении и убить кого-нибудь этим ручным оружием. Даже есть специальные достижения после выполнения рокиджампа. Убить игрока с помощью какой-нибудь там кирки. Данные шоты применяются также для того, чтобы, скажем, если вот в картах типа два форта вы идете в форт врага. Здесь, примерно, стоит куча врагов. Вы можете, не заходя в нем, или, скажем, на вас спрет толпа, можете перейти в форкетшамп и залететь на балкон. Тут, если никого нет, то, конечно, можете развернуться и выслать в боезапас друзьям, как врагам, в подарок. Убив толпу врагов, можете дальше следовать. Также есть места, где можно спокойненько добраться с помощью рокиджампов. Вот, скажем, тут решетка. Вы, находясь внизу, можете запрыгнуть на решеточку и спокойненько пройти на доки, если здесь никого нет, то рельненьких или кто-то вас не просек, и унести доки противника. Дальше, есть еще гранатометы. Сейчас покажу. Это черный ящик. Черный ящик, такой сообразный ракетомет, то, что он позволит пускать ракеты, которые при попадании даже зацепляют цели, и выставляют вам на здоровье. То есть можно в толпу запустить и восстановить себе здоровье. То есть вы можете стрелять по врагу, при этом как бы восстанавливать себе здоровье, даже не используя оптичные ракеты. Но единственный минус, на одну ракету у вас меньше. У вас всего три ракеты. Дальше. Следующий гранатомет, это ничеватель Скотта. Это особенно такой интересный, который, в принципе, не является ракетометом, а таким импульсной пушкой, что ли, который выпускает заряды, которые тоже скрываются по площади, и в качестве остатков от врага у вас остается только распыляющееся его тело. При этом данный ракетомет или, скажем, импульсная пушка не имеет обоймы. То есть у вас четыре заряда, как у обычного ракетомета, но снаряды... Ну, не надо подбирать боеприпасы, чтобы восстановить. Стреляв полностью всю обойму, просто перезаряжаете его ручкой, и всё. То есть бесконечное количество боеприпасов с собой вы можете спокойно стрелять. И есть ещё альтернативный вид атаки, который выпускает такой заряд полностью, то есть обойма ваша полностью. Он бьёт по площади, поджигает врагов, включает постройки на четыре секунды, но при этом вы полностью выпускаете всю свою обойму, и когда вы начинаете его делать, вы замедляетесь. Он тоже летит какое-то время, как и ракеты. Дальше. У вас второе соцепенное оружие дополнительное, когда заканчивается патрон основной, хотя учитывая, что вот эти импусные пушки они не кончаются, вы вряд ли включите. И дробовик. Он эффективен на ближней дистанции. В обойме всего шесть патронов, и с собой ещё 32. Хотя это не мешает. В костюм случае, вы перезаряжаетесь, вы быстро включите на дробовик, и отстреливаете врагов, пока не уйдёте в нужное место, где вы можете спокойненько подлечиться, перезарядить основное оружие. Дробовик может быть заменен также другими видами оружия. Это Богочестивый Бизон. Это оружие очень своеобразное. Оно имеет вид пистолета, который так же, как и римпусная пушка, не имеет боезапаса, то есть 4 заряда. Но это пистолет, он пробивает врагов насквозь. То есть, если вы идёте по прямой, и перед вами, скажем, трое противников опускаете, урон получает каждый из противников, который был на линии огня, и при этом он наносит не одиночный урон, а вот это все лучи, которые ведут, они тоже наносят урон. То есть, вы можете спокойненько донести достаточно существенный урон на врагу. Так же, этот пистолет поджигает стрелы снайперов и так же позволяет эффективно расправляться с большим количеством врагов при должном вращении. Но забыл сказать, что лечеватель Скотта, вот эта типосная пушка, и Богочестивый Бизон наносят урон по стройкам меньше. На 20%. И лечеватель Скотта не может быть усилен критами, что в своем, вроде как-то, является минусом его. А и Богочестивый Бизон, а снаряды еще не отражаются, то есть пиры не может их отразить вам обратно. Дальше. Вдохновяющее знамя старой закалки. Это набор, который позволяет вам использовать специальную трубу, при использовании которой прозвучит такой, как бы, зов, и вы получите бонусы. Наносить будет ваша команда мини-криты, рядом с вами находящиеся, все союзники. Это очень эффективно против толпы, когда вы собираетесь вынести толпу, солдат трубит, выходите за угла и разносите всю толпу в пух и прах. Потому что у вас мини-криты, а учит, если, скажем, большая пачка, то вы без проблем разберетесь с толпой. Дальше. Есть завоеватели. При ношении его скорость здоровья становится плюс два в секунду. То есть вы увеличите свой реген. Получается, вы, как бы, медик, ходячий с этим флагом. При использовании него, вы трудите не в горн, а в такую, как бы, ракушку, что ли. И при использовании него союзники, находящиеся с вами, ускоряются и урон, нанесенный вами по врагам, восстанавливает вам здоровье. И, нанося врагу урон, в данный момент вы восстанавливаете шкалу. То есть такая есть особенность, что шкала за яростью, то есть урон, полученный врагами, превразуется в ярость, которая восполняет шкалу. При наполнении его может использовать как раз-таки вот этот знамён, вот эти завоеватели. И когда в данный момент бьёте врага ещё, шкала всё равно продолжает восполняться. Она расходуется, но вы восполняете её. Какое-то время, то есть вы выливаете эту шкалу ещё где-то в полтора-два раза на длину. Дальше. Есть поддержка батальона. Это максимальное здоровье увеличит вас при использовании. Вы и ваши союзники получают защиту от критов, от турелей и другого урона, в принципе. Это такой бонус ко всей компашке вашей будет. Дальше. Есть людодавы. Это уже ботинки, которые позволяют вам получить какую-то защиту от отталкивания, особенно пироманы, от взрывов. Когда вы летаете, будете летать на меньшее расстояние, на 75%. это эффективно, когда, скажем, если вы подошли в упор на кого-то врага, скажем, пиромана, и он отталкивает вас с сжатым воздухом. Но особенностью является то, что при приземлении на врага наносит тройной урон от падения. То есть, приземляясь, скажем, под балконом каким-то, на котором вы находитесь, вы можете спрыгнуть на врага, и он получит тройной урон от падения, чем, в принципе, убьет его. Практически с 100% на вероятность мелкого врага или с маленьким здоровьем его убивает. При руки-джампе, то есть, если выполняете руки-джамп, приземляетесь на голову врага, вы его убиваете в принципе сразу. Учитывайте, что руки-джамп расходуют ваше здоровье, что получаете урон и вы при запуске, и при приземлении, как считается, за урон за падение. То есть, вы можете себя убить, то есть, рассчитывайте свое здоровье, чтобы остаться живым после приземления. Или будет ли смысл выполнять руки-джамп, если вы там приземлитесь, а там много врагов, и вам с этим здоровьем там делать в принципе нечего. На такой момент, кто любит выполнять руки-джамп, есть другие ботинки, штрум-ботинки. Они уменьшают урон от прыжков на ракетах на 60%, то есть, вы получаете меньше урона при использовании этих ботинок. Сейчас я покажу рукопашное оружие. Это лопата. Ну, лопата, как положено в рукопашку. у солдата должна быть всегда саперная лопата своя. Даже с нас на смешку специальную покажут, что солдата вообще башка железная, ему все пофиг. Это не единственное рукопашное оружие. Конечно, нам тоже имеет, как и все другие оружие, криты. В определенной в последствии сюда вот замашку было. Может быть, заменено следующими предметами. Это такая лопата-землекоп, наносит три по врагам во время прыжка на китайский, если вы встретите солдат в воздухе, либо демомена, либо через какое-то время после приземления, вы можете этой лопатой замочить критом врага спокойненько. Без случайных критов. То есть, случайные криты у нее не появляются. Костыль. Это скорость захвата плюс один. Это эффективно использовать, если вы играете на картах, где нужно захватывать точки, и, выполняя рокет-жамп, вы быстро приземляетесь на точку, достаете костыль, и у вас захват будет как не одного человека, а как будто на точке находятся два человека, хотя вы там присутствуете один. Урон, получаемый от пуль, поэтому вам не будет на 10% больше. То есть, надо аккуратно использовать его. Дальше. Есть две кирки, которые имеют небольшое различие. Один называется план эвакуации и уравнитель. Закалка старая это все достижение. Объясню, в чем эвакуации при уменьшении здоровья врага, ну, не врага, а ваше здоровье, скорость игрока возрастает, то есть, вы начинаете бегать с данной киркой быстрее. Но вы не можете быть вылеченным медиком, если у вас в руках находится данная кирка. И метка смерти после ношения, то есть, если у вас перечитив с другой урожей, то есть, ваша метка это, по сути дела, помеченный вам урон больше. А уравнитель отличается тем, что при получении увечий, то есть, урона по вам, урон ваш возрастает. То есть, если вы вылечились, выносите кирку, у вас урон получил солдат, и вы можете этим еще урона больше нанести, чем кирки. Также блокирует лечение. Дальше сковородка, ну, это сковородка может использовать любой класс рукопашного оружия. И полузаточие. Это тоже такое сообразное оружие, с этим оружием надо быть поосторожнее, если вы, конечно, не мастер рукопашного боя. Данное оружие при убийстве восстанавливает здоровье до 100%, но это большое но, то, что нельзя убрать данное оружие, вы его вытащите. Так что, если случайно вытащили, то придется убежать на врага рукопашку, искать способ как-то его убить, чтобы убрать это оружие. То есть, оно является оружием чести, как написано. То есть, достали, убили и убрали. При этом, останавливайтесь в свое здоровье до 100%. Даже, скажем, у вас единичка, вы сразу 100% и пошли дальше всех шинковать, нарезать. Ну, сейчас посмотрим, какую кирка. Такая кровавленная вот. Даже и достижение по бису после руки джампа с киркой. Солдат не обладает таким особым здоровьем, средненькое здоровье, 200 единиц, не имеет большой скорости передвижения. То есть, видите, даже на ночевателе спорта можете выполнять полеты. Есть люди, которые, например, норовились выполнять рокет-джампы прям на ходу, разворачиваясь просто спиной и полетят спиной в спину врагам, стреляя, прилетая через них, выносите пачки врагов. Солдат такой сообразный класс. Можно так терроризировать скажем, через снаперов, если, конечно, неострачно сольются ракеты в зашире в балконы или обеточки. Помните, что ракета наносит больше урона, как правило, если она попала, а остаточный урон это урон от взрыва и он такой же большой. Также не забывайте, что ракеты наносят урон не только врагам, но и вам. То есть, если вы взорвете рядом с собой, если вы двухняжный из угла выскочили, скажем, скаут, вы его распылите, а у вас мало здоровья, то вы можете сделать так вот и убьете сами себя. Как видите, засчитывается фраг самого себе, то есть вы сами себя. Вот видите, я получил опять льда давы. Респа такой, скажем, солдата средненький. По времени, если в картах установлены, то я мало такой. до придолжного обращения вы можете спокойненько так вот поставить лошадь. Быстро включиться на этот Томсона и поставить лошадь. И все тоже передышается достаточно быстро. Если вы не хотите постоянно бегать идет, какая-то патроны, то вы можете использовать вот эти два оружия. Они оба стрелковые и не имеют ограничения по запасу. Вы можете спокойненько относить врагов, не бегать с патронами, не искать их никуда, не ждать, когда они там закончатся. Если вы хотите постоять и нецептали, но при этом выживать, вы можете взять черный ящик и им отстрелить и врагов, поэтому останавливайтесь бездоровья и не париться об этом. В общем, на этом, в принципе, все. подписывайтесь на канал, кликайте. Всем удачной игры, побед, побольше убитых врагов и поменьше, конечно, своих смертей. Всем пока, счастливо и удачи. Субтитры и удачи. Субтитры и удачи.